Здравия желаю, уважаемые гости и подписчики. Значит, продолжаем совершенствовать эту систему. Значит, система такова. БТГ на ионисторах. Значит, запитать удалось лампочку. На 18 светодиодов. Принцип работы. Значит, такой. Подключены ионисторы. 8 штук последовательно. К ионисторам подключены параллельно концы ионисторов. Раз. Минус. Вот ионисторы. Раз, два, три, восемь штук. К ионисторам подключена последовательная лампа. Светодиоды. 18 светодиодов. Так. Мощность. 5 Ватт. Мощностью 5 Ватт. Вот это фигня. Так. К схеме подключен выпрямитель от системы Nokia старого. 5 Вольт. Ровно 5 Вольт. 0,7 Ампера. То есть, 5 5 помножим на 0,7 Ампера. 3,5 Ватт. 3,5 Ватта. Далее. В схеме стоит реле. 1,20. Значит. Подставлено. 2 минуты. Это идет под загрузка ионисторов. Всего 2 минуты. И 20 минут работает на заряде ионистора. Вот это вот. Лампа. На заряде ионисторов. То есть, за 2 минуты подзаряжается. Подзаряжается и одновременно ионисторы подзаряжаются одновременно. Лампочка горит. Хватает вот это 3,5 Ватта ей. На все. А потом 20 минут. Вот сейчас уже 14 минут прошло. Все это горит. То есть, получаем мы схему такую. С каким КПД. Смотрите. Будем считать. Правильно. А не по-арептилоидски. Итак. Сначала изобразим схему. Значит. Руле Амрон. Руле. Напишем буквой Р. 2 минуты. Контакт открыт. То есть, работает зарядник. 20 минут. Зарядник не работает. Но светильник горит. Как видите, светильник горит. На 8 ионисторах. Которые успели за 2 минуты подзарядиться. И в эти же 2 минуты зарядник... Этот... Светильник не погас. Продолжает гореть. Дальше. Дальше идёт выпрямитель от Nokia. От старого Nokia. 5 вольт 0,7... 5 вольт 0,7 ампер. Дальше. Провод пошёл. Значит, тут у нас отходит светильник. Параллельно отходит таких проводов. Светильник. Плюс и минус. 5 ватт. 5 ватт. Светильник. 18 светодиодов. Так. А тут у нас 8 ионисторов. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь. Восемь ионисторов. Восемь ионисторов. Они между собой соединены последовательно и соединены параллельно здесь. Значит, что у нас происходит? Две минуты работает. Двадцать минут нет. за две минуты он тратит. но он тратит ноль. Потому что не сходит. Ноль. Ну даже как бы мы считаем, что как говорят в птилоиде, черт, что в самке не такой. Тогда бы он до две минуты у нас сколько потратил? три с половиной ватта в час максимально. Три с половиной в час. Так. Разделить на шестьдесят минут. И помножить на два. ноль целых одиннадцать сотых ватта траты. Значит, за две минуты тратит ноль целых одиннадцать сотых ватта трата. А сколько за двадцать минут? У нас получается заряд ионисторов. Но он ничего не тратит. Но это мы как бы представили, что якобы счетчик там левый. Пусть будет так. Как считают рептилоиды. Представили. на деле-то вот видите, все стоит на нуле. На деле. Ну, представим так. И тут получается двадцать минут у нас. Пять ватт работает. Еще зарядка ионисторов идет. Но пусть шесть ватт. Шесть ватт. Пусть на зарядку один ватт идет на зарядку ионисторов в час. Шесть ватт и пять ватт на лампочку. Итого у нас получается шесть разделить на шестьдесят ноль одна десятая и помножим на двадцать. Два. Два ватта. А тут у нас ноль целых одиннадцать ватт трата. Два ватта разделим значит на ноль целых одиннадцать сотых восемнадцать получается. И помножим на сто. Тысячи восемьсот восемнадцать КПД системы. это если бы счетчик был левый но счетчик не левый. Кто считает что счетчик левый то КПД 1818. Кто считает что счетчик не левый тут вечный светильник просто получается. Вечный. А кто считает что левый КПД вечный. значит что у нас как нам доделать эту систему если у нас допустим как считают рептилоиды счетчик высматывал. Или то есть нам надо автономно автономно значит нам надо вот что значит у нас 3,5 в час значит нам надо 3,5 в час 3,5 в час нам надо автономно но у нас час только будет так как он работает 2 минуты у нас получается вот как ребята у нас получается 20 минут простой у нас получается час получится только значит сейчас скажу то есть за 1 час он работает 1 раз через 20 через 22 минуты то есть 60 разделим на 20 ой неправильно 60 разделим на 20 получается 3 3 3 минуты 3 3 3 3 раза за час включается по 2 минуты по множеству на 2 6 6 минут работает час то есть для того чтобы он для того чтобы он значит отработал час надо 10 часов то есть на 10 часов надо 3 с половиной ватта понимаете 3 с половиной ватта надо на 10 часов а мы получаем за 10 часов 6 ватт за 20 минут 6 ватт вернее 6 ватт в час а работаем 10 часов 60 ватт получаем видите 60 ватт выдает значит нам надо всего 3 с половиной ватта из 60 вычесть 3 с половиной ватта ну пусть даже 5 там и подать эти ватты на батарейку то есть еще сюда в схему батарейку которая будет питать инвертор не в час подать а сейчас скажу через 10 часов только значит 3,5 ватта потратится а в 10 часов подать 3,5 ватта то есть 0,35 ватта нам надо подать то есть отсюда же отсюда же где-то вывести еще какую-нибудь батареечку зарезать небольшую батарейку 3,5 ватта одну батарейку а здесь вторая батарейка небольшая батарейка и инвертор и инвертор здесь вот так получается уже автономный видите нужно две батарейки небольших примерно на 50 ватт на 50 ватт это будет отдавать а эту немножко заряжать 0,35 ватта в час ее заряжать 0,35 ватта в час все то есть получается вечный двигатель вечный светильник с КПД 1818 благодарю вас за внимание всем удачи и здоровья